В Карачаево-Черкесии стартовал год педагога и наставника. Глава республики поздравил учителей и вручил заслуженные звания. Мужество быть женщиной, стойкостью духа они вдохновляют наших бойцов. Рашид Тимрезов встретился с матерями и женами военнослужащих. Много сил и труда вложил он в науку и высшее образование России. Вышла в свет новая книга публициста и поэта Исмаила Алиева. Семьи военнослужащих стали участниками яркого мероприятия, организованного Компартией и Женсоветом «Надежда России». Добрый вечер. На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами в студии Мадина Лайпанова. Сегодня в Черкесии состоялось торжественное открытие года педагога и наставника. Церемония прошла в зале Республиканской филармонии, куда приехали лучшие учителя со всей республики. С приветствием обратился глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Во все времена учитель выполнял сложнейшую миссию на земле, посвящая свою жизнь благородному и трудному делу, обучению и воспитанию подрастающего поколения, отметил руководитель региона. Каждый педагог своим трудом закладывает основу будущего нашего региона и Россию целую. Чтобы общество могло чутко и гибко реагировать на вызовы времени, нужно осознавать, школа была и остается центром как обучения, так и воспитания человека. Порвенно современный педагог включает образование детей не только в знании жизни новых, но и высокую духовность, культуру, любовь к родине, учит их трудиться, нести ответственность перед семьей и обществом. Овышение статуса педагога в обществе во многом способствует, объявленное президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в 2023 год, годом педагога и наставника, что имеет огромную значимость для всего педагогического сообщества. Педагог был и остается ключевой фигурой в решении задач образования и воспитания подрастающего поколения. Сегодня состоялось и торжественное вручение школьных автобусов. Очень важна транспортная доступность и безопасность при перевозке школьников. В республике достаточно отдаленных сельских школ, где такой новый автобус необходим, сказал глава и поблагодарил всех педагогов за их непростой труд. Транспорт отвечает всем требованиям безопасной перевозки детей. Оснащен специальными навигационными комплексами, тахографами, ограничителями скорости, кнопкой вызова водителя. В каждом автобусе предусмотрены специальные откидные ступени, посадочные места оборудованы ремнями безопасности. Есть специальные отсеки для портфелей. Напомним, с 2016 года Карачаево-Черкесия получила 189 школьных автобусов. В первую очередь особую славу и благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину и, конечно же, правительству, партии. То есть это все было заявлено в предвыборной программе политической партии «Единая Россия». Президент поддержал эти предложения. Мы сегодня видим, что вообще система образования за счет тех поручений, которые президент дал, и тех инициатив партии «Единая Россия», они значительно укрепляют и образовательную систему. Мы видим, что только за прошлый год мы 24 школы фактически построили. Там понятно, что капитально отремонтировали, но это абсолютно новые школы, новые условия для детей. Ну а для сельской местности, когда подвоз детей осуществляется за счет автобусов, это все должно быть комфортабельно и, самое главное, безопасно. Накануне глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов встретился с матерями и женами военнослужащих. Женщинами, которые своей решительностью и стойкостью духа вдохновляют наших бойцов и служат примером каждому из нас. Конечно, на встрече самым важным было узнать, чем живут семьи военнослужащих, чем мы можем еще помочь, какие вопросы остаются открытыми, отметил глава. Присутствующие внесли свои предложения по расширению пакета региональных мер поддержки. Обсудили и точечные, персональные, острые вопросы и системные решения. Абсолютно все озвученные пожелания уже в работе и на контроле руководителя региона. Несмотря на это, на такую загруженность вы еще продолжаете, одними из первых, организовывать и гуманитарную помощь. Я уверен, что именно ваши слова поддержки ничего дороже для наших ребят, а на сегодняшний день для них этого нет. Низкий вам поклон, я хочу вас искренне поблагодарить за это, пожелать нам всем скорейшего возвращения наших ребят, живыми, здоровыми, с победой. И я уверен, что вот с такими женщинами и с вашей теплотой и заботой, конечно, мы это, Стас Всевышний, в ближайшее время обязательно к этому мы придем. С того момента, как у нас прошла встреча с вами 31 января, поддержка колоссальная, колоссальная идет во всех направлениях. Поддержка от всех замов идет, все ведомства работают, очень оперативно решаются вопросы. Просто большое человеческое вам спасибо. Я думаю, если так дальше пойдет, победа будет точно за нами. Победа будет точно за нами? Да, дай бог, чтобы она была как можно быстрее. С своими силами, вот, и с фондом мы вместе собрали больше 20 тонн грузов гуманитарного и технику отправили. И очень многим семьям уже помогли. Затем Рашид Темрезов вручил государственные награды и присвоил почетные звания жительницам республики за профессиональные заслуги в области здравоохранения, спорта, культуры, образования, юриспруденции, торговли и сельского хозяйства. С торжественной церемонией репортаж Альбины Ламковой. Такое количество цветов, наверное, бывает один раз в году. Входа в зал всем гостям вручали букет тюлюпанов. А в весенние цветы в разных расцветках подняли всем представителям женского пола настроение. В зале собрались представители разных профессий. Приятным и душевным сюрпризом стало поздравление бойцов с передовой, защитников Родины. Чтобы мы были такими женственными, нежными и милыми. Желаю побольше радости. Чтобы наши слезы были течет, как слезы радости в нашей жизни. Искреннее тепло всех присутствующих поздравил глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов. Этот день по праву считается символом доброты, тепла и любви. Когда нас перенасыщают чувства восхищения и благодарности к дорогим нашим женщинам, отметил глава региона, добавив, что вы преуспеваете во всех сферах жизнедеятельности, оставаясь чуткими, любящими, заботливыми хранительницами очага. Обратился с благодарностью и к многодетным мамам. Отдельную благодарность хочу выразить материалам, которые воспитали настоящих патриотов и героев, которых мы сейчас с вами видели на экране, которые поздравляли вас с 8 марта. И которые защищают нашу страну в ходе специальной военной операции. Не хватит, наверное, всех слуг, чтобы выразить вам наше восхищение и признательность. Низкий вам за это поклон. Дорогие женщины, мамы, бабушки, прабабушки, от все души поздравляю с вашим праздником. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви и всегда такого классного весеннего настроения. Затем руководитель республики вручил женщинам государственные награды. Дарико Ильканова получила звание заслуженный учитель Российской Федерации. В сфере образования она работает более 50 лет. Я этим званием очень горжусь. Хочу сказать, что все знания, все свой опыт буду стараться передавать молодому поколению. Хочу сказать, для того, чтобы я достигла этой цели, многие мне помогали, многие направляли. Хочу сказать большое спасибо им. Хочу сказать большое спасибо главе Карачаева Черкесской Республики. Поддержать Дарику Сиитовну пришли родные. Это моя внученька. Как тебя зовут? Дарья. Дарья. Дарья, ты будешь учительницей, как твоя бабушка? Да. На мероприятии получили государственные награды 26 человек. Все они настоящие герои труда самых разных профессий. Принципиальность, настойчивость в достижении цели позволяют добиваться хороших результатов. Лёля Искендарова – социальный работник. В этой сфере она трудится более 17 лет. Говорит, очень волнительно получить высокое звание, так как это не только оценка твоего личного труда, но и большая ответственность, которую надо оправдать. Чувства, конечно, переполняют. Мне очень приятно находиться здесь. Спасибо большое всем, кто за меня кататайствовал, моим коллегам, министру Туфану Айсевичу Шакову, всем моим девочкам отделом. Зал был наполнен атмосферой весеннего настроения, улыбками и радостью зрителей. Праздник прошёл на весёлой и позитивной волне. Яркой частью торжества стали вокальные и хореографические номера, исполненные артистами нашей республики. Дарите женщинам цветы. Дарите женщинам улыбки. Дарите женщинам стихи. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Корчавыча, Кесия. Увидела свет новая книга известного общественно-политического и государственного деятеля, публициста и поэта, первого в истории Карачая учёного электротехника Исмаила Алиева. Титанический труд, исторический географический очерк под названием «Хурзук» вышел в Москве в издательстве «Делибри». В книге Исмаила Ибрагимовича впервые детально приводится описание ландшафтов аула, его достопримечательностей, его древней драматической, а порой трагической истории. Также в книгу внесены имена и жизнеописания знаменитых жителей Хурзука. О своём издании автор рассказал нашему корреспонденту Белли Джозаевой. Пресловуто-банальное выражение «талантливый человек талантлив во всём» как нельзя, кстати, подходит к автору книги «Хурзук». С точки зрения обывателя тут сошлось несочетаемое. Хотя Исмаил Ибрагимович своей богатой творческой жизнью опровергает все аксиомы. Исмаил Алиев – первый в истории Карачая учёный-электротехник. Он автор около 200 научных трудов и изобретений в области электротехники, а также несколько десятков книг по различным отраслям знаний – электротехники, этнополитики, филологии, истории и поэзии. Его учебные пособия для студентов вузов с грифом Минобразования Российской Федерации используются в технических вузах России и ближнем зарубежье. Профессор Алиев отдал преподавательской деятельности в вузах СССР и России более 40 лет. Он является почётным работником высшей школы России. Что касается книги «Хурзук», идея её написания появилась, по словам автора, совершенно случайно. А сам «Хурзук» Исмаил Ибрагимович романтично называет своей большой любовью. «Хурзук» – это моя самая большая любовь из всех населённых пунктов, начиная от Москвы, где я жил 25 лет, и кончая вот в Черкесском, где я тоже очень был. «Хурзук» – моё самое любимое поселение, потому что это отцовский аул. В «Хурзуке» я встретил свою судьбу 50 лет назад. И вот практически 40 лет назад каждое лето, а у нас отпуск был замечательный, два месяца, профессор, мы проводили в семье в «Хурзуке». Вот это, поэтому это моя любовь. Сначала он мне нравился, мне, «Хурзук», потому что это отцовский аул. Потом к «Хурзуку» привязались мои дети, потом «Хурзук» полюбили мои внуки. Вот такая вот у нас любовь из поколения в поколение к «Хурзуку». Аул «Хурзук» – одно из самых древних поселений не только Карачаева Черкесской Республики, но и всего Северного Кавказа. Он расположен в живописнейших горах под Эльбрусом, у самых истоков реки Кубань. Книга «Хурзук» – это историко-географический очерк. Как было сказано выше, это титанический труд. По словам автора, информации по «Хурзуку» было совсем мало. Но, тем не менее, Исмаилу Ибрагимовичу удалось собрать обширнейший материал. Книга состоит из множества глав. Это и хурзукский ландшафт, и его растительный и животный мир, его история, древние жилища и, конечно, хурзукские достопримечательности. В книге впервые представлен наиболее полный список имен и фотографий известных хурзукчан и участников Великой Отечественной войны. Я, в общем-то, обошел горы Карачае от Архыза, от Лабы и до Эльбруса. Но, повторяю, да, у нас везде потрясающе красивые горы. Но хурзук – это его специфика в чем заключается? Вот с моей точки зрения, хурзук – это идеальный туристический центр. Идеальный. Это не Архыз идеальный. А хурзук и не Домбай. А я объяснил. Хурзук располагается, вот я широко использовал в книге спутниковые снимки. И вот если посмотришь сверху на хурзук, то хурзук находится в центре, откуда ответвляются во все стороны, с севера начиная на юг и так дальше, ответвляются прекраснейшие ущелья, неповторимые каждый по своей красоте. Без сомнения, эта книга представляет большой интерес, так как она ориентирована на широкий круг читателей, любителей природы, древности и путешествий. Была Джозаева Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Расширенное интервью с почетным работником высшего профессионального образования России, государственным и общественным деятелем, автором книги «Хурзук» Исмаилом Алиевым, смотрите в понедельник на телеканале «Россия-24» в 17.40. Коммунистическая партия Российской Федерации и региональное отделение Всероссийского женского союза «Надежда России» в Ногайском районе организовали мероприятие, посвященное яркому весеннему празднику. На торжество пригласили семьи военнослужащих, участвующих в СВО в Украине. Альбина Ламкова продолжит тему. Сегодня в жизни современной женщины многое изменилось. Сыновья, мужья истинные патриоты своего отечества, готовые всегда встать на защиту Родины. В этот момент невозможно словами описать то, что переживает сердце матери, жены, любимой женщины в тревоге за своих близких. У Батакоса Жимогуловой муж сейчас в Сирии. Она старается не унывать и с оптимизмом смотрит в будущее. Я желаю терпения, сил, чтобы наши мальчики вернулись все оттуда поскорее. Спасибо большое тем, кто нас поддерживает в такое тяжёлое время. Родственники военнослужащих поблагодарили гостей за оказываемую поддержку и внимание, а также всех неравнодушных жителей республики, которые вносят благотворительные взносы. В свою очередь, со словами глубокого уважения и признательности к матерям и супругам, обратились и организаторы мероприятия. Пожелали им крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Пригласили сюда с каждого района по два человека, маму или жену, кто там есть у них. Каждый из них достоин того, чтобы мы обратили на них внимание. Такое маленькое, это то, что мы можем для этих людей сделать. Мы считаем, что трудное время для них. Очень важно поддержать их морально, отметить именно их выдержку, терпение, что у них есть. И пожелать прежде всего, чтобы их дети вернулись целыми и невредими. Мероприятие прошло в уютной атмосфере. В перерывах между душевными разговорами всем женщинам, чьи сыновья и мужья сегодня защищают интересы страны на передовой, вручили памятные подарки. Поддержка земляков сегодня особенно важна для них. Альбина Аламкова, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия. Такими были самые актуальные вести республики на этот час. Я с вами прощаюсь. Далее смотрите интервью с заслуженным врачом Карачаева-Черкесии, руководителем отделения патологии новорожденных Республиканского перинатального центра Фатимой Хубиевой. С ней беседовал Али Баташев. Фатима Магомедовна, с 6 по 12 марта проходит неделя здоровья матери и ребенка. Расскажите, какую работу проводит отделение новорожденных? Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей при Республиканском перинатальном центре – это единственное отделение, куда переводятся дети со всех родильных отделений Республики и с отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей. Также в этом отделении, в отделении патологии новорожденных и второго этапа выхаживания недоношенных детей, как само название говорит, мы выхаживаем недоношенных детей, родившихся также в родильных отделениях и переведенных также из отделения неонатальной реанимации. Мы выхаживаем их до состояния, когда можно выписать их, патсажировать и выписывать домой. Но поступают к нам еще по направлению участковых врачей, тоже к нам поступают новорожденные и недоношенные дети, за исключением тех детей, у которых инфекционная патология, то есть воздушно-капельная респираторная инфекция. Таких детей сюда принимать нельзя, здесь акушерский стационар. И вот это отделение уже существующие очень много лет нас перевели сюда из детской больницы в 2000 году с переводом отделения патологии новорожденных в тогда еще городской родильный дом. Здесь был образован перинатальный центр, который отличается от банального родильного дома тем, что в составе перинатального центра есть отделение патологии новорожденных и второго этапа недоношенных детей, и отделение реанимации и интенсивной терапии. Вот это наша функция, и такое отделение единственное в республике. С каким диагнозом к вам поступает больше всего у маленьких пациентов? Какие заболевания наиболее распространены? В последнее время, вот в частности в этом году, в 23-м, начали превалировать недоношенные. Основной контингент у нас вот сейчас – недоношенные дети. На втором месте – желтухи. Но желтухи, они разные, где-то конюгационные, по резус-конфликту реже, по групповой несовместимости, но в целом желтухи. А так и неврологические расстройства. Бывают, вот как я уже коснулась, и наследственные заболевания. Бывают и врожденные пороки сердца. Врожденные пороки любой системы. Ну, они, конечно, не в таких количествах, единичные бывают, вот врожденные аномалии развития. А так и врожденные пороки сердца. Ну, все же таки, на первом месте сейчас вот недоношенных детей стало очень много. Фатима Магомедовна, в завершении беседы расскажите, пожалуйста, нашим зрителям о факторах риска и факторах, способствующих здоровью репродуктивной системы. Факторы риска, ну, и рассматриваю население как будущих мам, будущих родителей, да. Факторы риска для них здоровая, если нездоровая пища, начинают потреблять искусственные ГМО, заменители, заменители сахара. Не натуральные продукты, а то, что очень часто бывает искусственно. Ну, ГМО, в целом, если вот так выразиться, ну, и, конечно же, способствует это. Раньше в нашей республике было это не столь часто, но сейчас все-таки встречаются вредные привычки у родителей, причем одинаково, как у отца, так и у мамы. И если родители хотят в будущем иметь здоровое потомство, и мальчики, и девочки должны с детства их воспитывать. Отказ от курения, алкоголизм, наркотики, вредных привычек сейчас стало очень много. Вот это все надо устранять. С этого все и начинается. Кроме того, сидячий образ жизни, чему способствует пребывание часами, до полуночи, это телефоны, гаджеты возле телевизора. А вместо этого увлечь их занятиями спортом, физическим трудом, пребывание на свежем воздухе. Уж в нашем регионе доступно больше покупать, или даже в сельских местностях, вообще свои натуральные продукты, которые сами вырастили. Или можно купить такие, тоже зная, что и животного происхождения, и растительного, натуральные продукты. И везде санитарно-просветительная работа, начиная уже с садиков, в школах. О вреде, вредных привычек. Сидячий образ жизни, зависимость от, уже теперь и от телефонов, и от игромания. Вот это все спасло, с этого все и начинается. Вот у таких родителей здоровое потомство не может быть. Это способствует не только недонашиваемости, но и если беременная женщина будет иметь вредные привычки. Можно столкнуться и с новорожденным, который уже имеет синдром отмены. Если мама потребляла наркотики, влияние вредных привычек у отца такой же, как и у матери тоже. Вот это фактор риска. Основой здоровья детей, фундаментом здоровья детей является как раз грудное вскармливание. И вот этого принципа мы придерживаемся, но не только в отделении патологии новорожденных, уже начиная из родзала. У нас в перинатальном центре, уже в родзале, если на то нет противопоказаний, а такие противопоказания, единичные, родившегося ребенка, уже в родзале первые полчаса прикладывают к груди матери, чтобы младенец, появившись на цвет, получил капельку молозива. Молозива – самая ценная часть крупного молока, который содержит антитела от всех практически заболеваний, которые перенесла в свое время мама. И у нее антитела и в результате вакцинации за время ее, до родов, начиная с детства, какую вакцинацию она получала. И иммуноглобулины, антитела, витамины, вот это в капельке грудного молока. Еще молодые мамы, у них всегда страх, ой, ребенок не доел, как бы он голодный не остался, и очень легко они переходят на смешанное вскармливание, начинают давать детям каши. И мы это предотвращаем. Мы их учим. Вместо того, чтобы давать искусственную кашу, чаще прикладывать ребеночка к груди, что само по себе уже увеличивает выработку молока. Достаточный объем жидкости, который тоже мы рассчитываем каждой маме, учим достаточное количество жидкости, чтобы она потребляла сбалансированное питание, потреблять те продукты, которые полезны не только самой маме, но попав в молоко матери, что они были бы полезны младенцу. И те продукты, которые не вызывают аллергию ни у самой мамы, ни у ребенка, а такие толерантные продукты. Если все это соблюдать, дети выписываются на грудном вскармливании. И мы даем их телефон. Я лично всегда выписываю им, даю телефон. И мы их консультируем, продолжаем по вопросам грудного вскармливания и когда они уже дома находятся. Помимо грудного вскармливания, конечно, является еще очень важным правильная гигиена детей, правильный уход за ними, туго не пеленать, одевать детей сразу с рождения, одевать детей, не пеленать. Вот это все мы здесь учим. И дома также. Дома еще у нас, поскольку Карачаево-Черкесия регион, где есть особенности использования национальных люлек. Конечно, национальные люльки использовали из поконников, но тогда не были доступны такие вещи, как коконы. Но не все было изучено в медицине. И вы знаете, в люльках очень часто синдром внезапной смерти. К сожалению, такие случаи и по сей день бывают в аулах, в селах. И здесь буквально я во время каждого обхода учу матерей этому и выписываю в рекомендациях. Говорю, а дальше мы, если бывают какие-то затруднения у них, выписавшись домой, все-таки настоятельно рекомендуют национальные люльки. Тоже приходится беседовать в семьях. Касаемо вакцинации тоже приходится проводить работу. Мы, в частности, в нашем отделении, кабинет БЦЖ у нас, мы, когда выхаживаем недоношенных детей, лечим патологию у новорожденных детей. И уже ребенок здоровый и не имеет права типа показаний, мы проводим им вакцинацию БЦЖ. И при этом приходится сталкиваться, вот как сейчас и в поликлинике приходится встречаться мнением родителей, что вот боятся вакцинации, не хотят. Мы объясняем, что только вакцинация, но в данном случае я касаюсь БЦЖ, то, что мы проводим в своем отделении, что туберкулез – очень опасное заболевание для новорожденных, и шанс заразиться туберкулезом, если палочка кохера, возбудитель туберкулеза, может вызвать этот спецпроцесс только у невакцинированных новорожденных.